Спорткадр за более чем 15-летнюю историю нашего проекта старался придерживаться классических канонов и освещал в основном профессиональный спорт. Но чтобы не прослыть ретроградами, идем в ногу со временем и присмотримся к медиафутболу. Демедия – это белорусская команда, ведомая Станиславом Драгуном, которая создавала шум вокруг себя за счет товарищеских матчей. А теперь, говорят, пойдут серьезные игры в российской медиалиге против грандов. Тудроц, Амкала, Броуки. А на неделю в Минск приехал прототип московского «Спартака» – народная команда. Андрей Козлов ждал, что на стадион «Динамо» вместе с ней заявится Егор Титов. В начале такого сюжета необходимо дать слово целевой аудитории такого громкого проекта, как «Медиалига». Хотя возрастная планка уже давно стремится за пределы школьного возраста. Что вам интереснее? Вот на матч завтра «Динамо Торпеда» сходить, либо это посмотреть? Этот посмотреть. А уровень футбола здесь какой? Ну, примерно как белорусский. Ребят, я так понимаю, вы все за автографами, за фотками, да, с ребятами? И вас не пускают, да, строго? Да. Молодцы. А зачем они вообще? Вы же футболисты, я так понимаю, и «Динамо» тем более. А зачем вам фоткать с ними вообще? Ну, они крутые игры, какие интересные за ними смотреть. Ну, крутые они в чем? В игре в уровне футбола вообще? Да, в уровне футбола они классно играют. Я смотрю, за них детство болеет, с детства хочу соткаться со своими кумирами. А с кем прежде всего? Прежде всего с Крапом, с БП, со Слоном и с Маной. А если бы они играли в высшей лиге нашей, на каком они бы уроне? Чемпионами были? В середине или в топ-3 входили бы? У меня тут тренер, главный тренер команды. Никита Букаткин, да? Да. Ну и как он как тренер? Ну, очень хороший. Такие очереди были и до, и во время матча. Вряд ли после, но спрос, вы видите, не может не остаться незамеченным. А что по предложению? В самом начале репортажа, мне кажется, важно пояснить, что в медиафутболе много по-иному, чем в большом профессиональном футболе. Яркий пример за моей спиной. Команда находится на ногах вдоль бровки поля. В профессиональном футболе такое бы никто не разрешил. В этой лиге многое по-новому. Огромные рейтинги в России создает открытость команд для зрителей. Недаром несколькими часами ранее на «Динамо» в Минске гранды турнира российский «Тудроц» и «ФК-10» собрали аудиторию, которая уверенно перевалила за 10 тысяч. С нашим дебютантом проектом «Де-Медиа» пока не так, но есть стремление. Я обратил внимание, что на «Тудроц» конечно был супер аншлаг, а на вашей, согласись, не так много. Безусловно, это гранды. То же самое можно сказать и профессиональный футбол. На «Реал Мадрид» и топовые клубы ходят биток, а на менее популярные клубы меньше зрителей. Но мы в начале пути. Вы, футболисты, по сути, вы легенда. Шитов, Булыга, Букаткин. Вы заряжены, реально этот проект вкладывается и работает. То есть нет такого, что это чуть-чуть потусоваться старой хорошей гвардией? Нет, конечно. Тут вообще надо мыслить не какими-то турнирам, а чуть-чуть глобальнее. Что мы хотим популяризировать футбол. И мы видим поддержку со стороны, как и руководства нашей страны, НОКО, Федерации. Все нам помогают, но все также требуют результат. На матчах в Медиалиге, пусть это кто-то воспринимает скептически, легкая атмосфера, а футболисты обращают внимание на происходящее вокруг, а не только погружены в игру. Большой продакшн заставляет самых влиятельных гостей постоянно быть на связи. Что касается футбола, такая детская давняя мечта, которая оказалась совсем близко на расстоянии выйти на другие. И когда появилась возможность к этому прикоснуться, мы действительно этой возможностью сразу воспользуемся. Для того, чтобы были силы, такие концерты давать. Нужно ходить в зал. Занимайтесь спортом. Не употребляйте. При этом и состав команд уже высокого уровня. Про «Де Медиа» несколько позже. А главный тренер, к примеру, Тут Дроц, чемпион и обладатель Кубка СССР, составит ЦСКА легендарный Дмитрий Кузнецов. И не будет стыдно смотреть друг в другу в глаза. Вперед! Давай! В вечерней программе стоял поединок белорусского клуба «Де Медиа», в котором играют заметные по нашим меркам завершившие карьеру футболисты. Игорь Шитов, Андрей Воронков, Виталий Булыга, Виталий Родионов, который в субботу не смог сыграть, а также Станислав Драгун, тот один из основателей проекта. Главный тренер в дебютном сезоне медиалиги Никита Букаткин. Параллельно работает и с детьми. Дебют у нашей команды, у меня он как тренера, потому что я был детско-юношки, сейчас это взрослый, да, непрофессиональный, но все равно это мужской футбол. Все ребята, которые здесь опытные, поигравшие, у них есть еще жажда футбола. Первый тайм против медийного прототипа московского «Спартака» народной команды получился безголебым. В раздевалке живо, а при наличии нашей камеры, это еще одна фишка медиалиги, шло обсуждение процесса. Пацаны, давай, давай, отдыхаем, смотрите, они центр освещают. Они высоко, достаточно высоко играют. У нас все моменты, что мы создавали, как только передачи за спину были. Поэтому чуть-чуть вытянуть, сузить. Попробуйте найти момент издалека, плюнуть, плюнуть издалека. Стандартиком свои, повнимательным, повнимательным, посерьезней. В этот момент случился единственный матч и гол, который стал для белорусского представителя в медиалиге историческим. Футболисты народной команды взяли красный мяч, это еще одна особенность медиалиги, но и тот им не помог. В случае, если бы им был забит гол, то считался бы за два. Второй раз в своей биографии заглянул на минский стадион «Динамо» легендарный российский вратарь Александр Филимонов. За народную сыграет и еще один знаменитый спартаковец Игор Цитов, но позже. Филимонов же не видит причин для трудностей параллельного взаимодействия профессионального и медийного футбола. Разные планеты. И Питер не бросает камни в землю, поэтому просто разные виды футбола. То есть они могут существовать параллельно? Параллельно, да, абсолютно, да. Я не вижу никакой проблемы. Это, наверное, все-таки какая-то ревность, наверное, у профессионального футбола, да, потому что медийные команды обыгрывают профессиональные команды. Ну, в отличие от какого-то такого большого футбола, да, здесь все-таки нет каких-то бюджетных денег, да, то есть есть какие-то бизнес-проекты, вот. Поэтому здесь, если команда не играет, если команда не развивается, да, то она заканчивает свое существование. Де-медиа! Де-медиа таким образом сыграла первый матч регулярного сезона. С течением чемпионата будем ближе узнавать турнирные детали. Это тоже будет интересно. 11 мая домашняя игра против первой в истории медийной команды клуба Амкал.